Приветствую! Сегодня довольно сложная тема, поэтому по ходу ролика позволю сделать себе несколько дополнительных вставок. Так называемая алтайская гипотеза в узкой версии предполагает общее происхождение для тюркских, монгольских и тунгусо-маньчжурских языков, а в широкой версии к ним добавляют корейский и японский языки. Суммарно эти языки называют алтайскими или трансевразийскими. В целом большинство экспертов сходится во мнении, что лексические сходства между ядерными алтайскими языками, а именно тюркскими, монгольскими и тунгусо-маньчжурскими, слишком многочисленны, чтобы быть случайными. Но предполагаемые исторические сценарии различаются. Одни ученые выступают за общее происхождение, а другие за доисторические контакты. Те же аргументы применимы к отношениям между корейским и японским языками, в то время как их гипотетические связи с тюркскими, монгольскими и тунгусскими языками менее очевидны и фактически поднимают вопрос о потенциальных случайных сходствах. Альтернативой может служить сложный, но более реалистичный гибридный сценарий, в котором первоначальные глубокие генеалогические отношения между тюркскими, монгольскими, тунгусо-маньчжурскими, корейскими и японскими языками позже могли быть размыты и скрыты контактами различной интенсивности и продолжительности между уже разделёнными ветвями. Недавние оценки показывают, что даже если многие общие элементы этих языков действительно обусловлены заимствованиями, тем не менее существует множество надёжных доказательств их общего происхождения. Однако принятие этой классификации порождает новые вопросы о времени, месте, культурной самобытности и маршрутах расселения людей, говорящих на трансевразийских языках. В новой работе авторы оспаривают традиционную скотоводческую гипотезу, которая связывает первичное распространение трансевразийских языков с экспансией кочевников, начавшейся в восточной степи 4000 лет назад. Вместо этого они указывают на связь распространения трансевразийских языков с сообществами земледельцев. Поскольку эти проблемы выходят далеко за рамки лингвистики, для их решения авторы также используют археологические и генетические данные. Лингвистика Для решения лингвистических вопросов авторы собрали новый набор данных из 3193 родственных комбинаций, которые представляют 254 базовых словарных понятия для 98 трансевразийских языков, включая диалекты и исторические разновидности. Благодаря биейсавскому подходу в филогенетике был определён возраст для корня трансевразийских языков в интервале между 5595 и 12793 годами назад, со средним значением около 9181 года назад. При этом ядерные алтайские языки, включающие тюркские, монгольские и тунгусо-манчжурские, выделились в среднем около 6811 лет назад, с последующим отделением монгольских и тунгусо-манчжурских около 4391 года назад, а время отделения корейской и японской линии определено около 5458 лет назад. Эти даты оценивают временную глубину первоначального распада данной языковой семьи на более чем одну основополагающую подгруппу. А что касается местоположения, то в отличие от ранее предложенных очагов, которые простираются от алтайских гор до просторов Хуанхэ, от горного хребта Большой Хангай и до бассейна Амура, авторы работы находят подтверждение происхождения трансевразийских языков в районе реки Селяухэ в раннем Неолите. Это на территории современной провинции внутренняя Монголия КНР. После первичного распада семьи в Неолите дальнейшее расселение произошло в позднем Неолите и Бронзовом веке. Носители протомонгольских языков распространились на северо-запад до монгольского плато, протатюрский продвинулся дальше на запад по восточной степи, а другие ветви двинулись на восток. Протатунгуса манджурские в сторону река Мура, Уссури и озера Ханки, протокорейский на корейский полуостров, а протояпонский через Корею на японские острова. Благодаря качественному анализу, в ходе которого авторы изучили слова, связанные с земледелием и скотоводством, обнаруженные в реконструированном словаре проязыков, они дополнительно определили элементы, которые указывают на образ жизни носителей этих проязыков в конкретном регионе и в определенное время. Прото-трансевразийский, прото-алтайский, прото-монголо-тунгусский и прото-японский с протокорейским языками отражают небольшое ядро унаследованных слов, относящихся к выращиванию проса, но не риса или других культур, к обработке и хранению продуктов питания, дикорастущим культурам, намекающим на оседлость, а также слов, относящихся к изготовлению текстиля и свиньям с собаками как единственными домашними животными на тот момент. А вот языки, отделившиеся в бронзовом веке, такие как тюркские, монгольские, тунгусские, корейские и японские, уже были дополнены новыми словами, которые отражают изменения в хозяйственной деятельности и относятся к выращиванию риса, пшеницы, ячменя, к содержанию крупного рогатого скота, овец и лошадей, к инструментам для работы в поле и по дому, а также к производству шелка. Причем эти слова являются заимствованиями, возникшими в результате лингвистического взаимодействия между населением бронзового века, говорящим на различных трансевразийских и нетрансевразийских языках. Таким образом, возраст прародина и оригинальная лексика, связанная с земледелием, и характер контактов между носителями трансевразийских языков, подтверждают земледельческую гипотезу и исключают скотоводческую. Стоит отметить, что согласно предыдущим исследованиям, скотоводство на территорию Древней Монголии было введено благодаря расширению на восток представителей афанасьевской культуры. И хотя большинство афанасьевских захоронений, о которых сообщается на сегодняшний день, находятся в горах Алтая и в районах Верхнего Енисея, они также были обнаружены в Синьцзяне, 3000-2600 г. до н.э. и южной части Хангайских гор Центральной Монголии с протоомными доказательствами потребления молока, 3 112-2917 г. до н.э. При этом афанасьевцы Центральной Монголии и Алтая генетически неотличимы. Кстати, у современных жителей внутренней Монголии обнаружен западноевразийский след, родственный древним кочевым степным скотоводам и в меньшей степени иранским земледельцам. Археология Хотя Северо-Восточная Азия эпохи неолита характеризовалась широким распространением земледелия, выращивание зерновых культур распространилось из нескольких центров одомашнивания, наиболее важным из которых для трансевразийцев был бассейн реки Селяухэ, где выращивание опроса началось 9000 лет назад. Авторы работы учли 172 археологические особенности для 255 памятников эпохи неолита и бронзового века, а также составили перечень 269 остатков ранних зерновых культур, датированных радиоуглеродным методом, на севере Китая, в Приморье, Корее и Японии. 255 памятников были сгруппированы по культурному сходству. Среди них авторы выделяют кластер неолитических культур в бассейне реки Селяухэ, от которого отделяются две ветви, связанные с выращиванием опроса – корейская ветвь периода керамики Чильмун и ветвь неолитических культур, охватывающая Амур, Приморье и Ляудунский полуостров. Это подтверждает предыдущие выводы о распространении практики выращивания опроса в Корею 5500 лет назад и в Приморье через Амур 5000 лет назад. Новый анализ дополнительно объединяет памятники бронзового века в районе Селяухэ с памятниками периода керамики Мумон в Корее и памятниками Яйой в Японии, что отражает распространение риса и пшеницы в провинции Шэндунь и на Ляудунском полуострове. Эти зерновые культуры попали на Корейский полуостров в раннем бронзовом веке – 3300-2800 лет назад, а оттуда в Японию около 3000 лет назад или менее. Хотя перемещение населения не было связано с какими-то однотипными археологическими культурами, распространение видов земледелия в Северо-Восточной Азии было связано с некоторыми характерными типами каменных орудий для выращивания и сбора урожая, а также с технологиями производства текстиля. При этом в отличие от Западной Евразии, где домашненные животные и молочное скотоводство сыграли важную роль в распространении неолита, в Северо-Восточной Азии нет свидетельства домашнивания животных за исключением свиней и собак вплоть до бронзового века. Связь между сельским хозяйством и миграция населения особенно очевидна между Кореей и Западной Японией, благодаря сходству керамики, каменных орудий, а также домашней и погребальной архитектуре. Авторы работы, основываясь на предыдущих исследованиях, предоставляют обзор демографических изменений, связанных с внедрением выращивания опроса в рассматриваемых регионах. Вложив средства в сложные рисовые поля, земледельцы, выращивающие рис, как правило, вели оседлый образ жизни, а прирост населения конвертировали в дополнительную рабочую силу. А вот люди, выращивающие опроса, расселялись интенсивнее. При этом плотность населения в эпоху неолита увеличивалась по всей Северо-Восточной Азии до демографического кризиса в позднем неолите, после которого в бронзовом веке наблюдался экспоненциальный рост населения в Китае, Корее и Японии. Генетика Для анализа генетической составляющей вопроса авторы дополнили ранее опубликованные геномные данные из восточных степей, бассейна рек Селяо-Хэ, Амура и Хуанхэ, а также Ляудунского полуострова, провинции Шэндунь, Приморья и Японии от 9500 до 300 лет назад, 19 новыми образцами из Кореи, района Амура, а также островов Кюсю и Рюкю. На графике анализа главных компонент древние образцы спроецировали на 149 современных популяций Евразии и 45 Восточной Азии. В моделях примеси древние популяции из исследования представляют собой смесь пяти генетических компонентов, где Джалайнор представляет популяция Амура, Яншао обитателей бассейна Хуанхэ, Рокуцу людей периода Дзюмон, а культуры Хуншань и верхнего слоя Садзядяня на реке Селяо-Хэ состоят из смеси различных восточно-азиатских генетических компонентов из долин рек Хуанхэ и Амура. Стоит отметить, что под популяциями Амура стоит понимать древних северо-восточных азиатов, как из пещеры Чертовой ворота Приморья в Неолите. Современные носители тунгусского, а также нивского языков Приамурья образуют плотный кластер. Неолитические охотники-собиратели Байкала, Приморья и Юго-Восточной степи, а также земледельцы из Селяо-Хэ и Амура попадают в рамки этого же кластера. Земледельцы позднего неолита Ананси демонстрируют высокую долю амурской родословной или древних северо-восточных азиатов, в то время как неолитические земледельцы, выращивающие проса в долинах Селяо-Хэ, демонстрируют постепенный сдвиг от этой родословной в сторону геномов реки Хуанхэ с течением времени. Таким образом, эта амурская родословная древних северо-восточных азиатов может отражать предковый профиль охотников-собирателей Байкала, Амура, Приморья, Юго-Восточных степей и Селяо-Хэ до Неолита или даже Верхнего Палеолита. И этот компонент все еще присутствовал у ранних земледельцев этого региона. Анализ главных компонент, как и в предыдущих работах, демонстрирует, что люди из неолитической Монголии имели высокую долю древних северо-восточных азиатов или амурского компонента с обширным потоком генов из Западной Евразии, который увеличивался от бронзового века до средних веков. Поскольку родословную северо-восточных азиатов, связанную с амуром, можно проследить до носителей японского и корейского языков, она по-видимому является исходным генетическим компонентом, общим для всех носителей трансевразийских языков. Анализ древних геномов из Кореи показал, что генетический компонент дзюмон, неравномерно присутствовавший на полуострове 6000 лет назад, со временем исчезает, о чем свидетельствует незначительное его количество у современных корейцев. Отсутствие компонента дзюмон на корейском полуострове в Бронзовом веке указывает на то, что популяции, связанные с современными корейцами, мигрировали в этот регион и заменили предыдущие популяции, параллельно внедрив технологии выращивания риса. Поэтому исследователи связывают распространение земледелия в Корее с различными волнами миграции из бассейнов Амура и Хуанхэ, как культуры хуншайн для выращивания опроса и культуры верхнего слоя садзядяня для добавления рисового земледелия в Бронзовом веке. Результаты также подтверждают массовую миграцию из Кореи в Японию в Бронзовом веке, когда генофонд, связанный с людьми периода дзюмон, был заменен генофондом носителей культуры Яйой. Также в новой работе авторы впервые сообщают о древнем геноме с острова Мияко архипелага Рюкью, который показал, что древние жители архипелага происходят от представителей дзюмон с севера, вопреки предыдущим выводам о том, что древние его жители достигли южных островов Рюкью с Тайваня. Генетический переход от родословной дзюмонки Яйой до периода раннего нового времени отражает позднее появление сельского хозяйства и рюкьюзских языков в этом регионе. Выводы Благодаря сочетанию лингвистических, археологических и генетических данных, происхождение трансевразийских языков можно проследить до неолита в Северо-Восточной Азии, когда люди с генофондом, как у древних северо-восточных азиатов, начали выращивать проса. Распространение этих языков состоит из двух основных фаз, отражающих распространение сельского хозяйства и генов. Первая фаза представляет собой первичный раскол трансевразийских языков в раннем среднем неолите, когда земледельцы, выращивающие проса, генетически связанные с древними северо-восточными азиатами или с так называемой в этом исследовании амурской родословной, распространились от реки селя Охэ до сопредельных районов. Вторая фаза представлена языковыми контактами между пятью дочерними ветвями в позднем неолите, а также в бронзовом и железном веках, когда земледельцы, выращивающие проса со значительной долей древних северо-восточных азиатов или амурской родословной, постепенно смешивались с популяциями из бассейна реки Хуанхэ, а также с популяциями западной Евразии и носителями компонента культуры дзюмон. Благодаря этим контактам было внедрено рисоводство западноевразийские культурные инновации и скотоводство. Обратите внимание, что распад прото-тюркского языка произошел около 2195 лет назад. До этого момента ни о каких тюрках речи быть не может. По определению тюрков как народов, говорящих на тюркских языках. Заметьте, народов. Можно говорить лишь о прото-тюрках, и то начиная только от 6811 лет назад. При этом на момент появления первых тюркоязычных племен лошадь была уже одомашнена и совсем в другом месте. Да и скотоводство в регион скорее всего было привнесено индоевропейской, афанасьевской, западноевразийской культурой. Обидно это, не обидно, но об этом говорят факты. И я надеюсь, что адекватные тюрки меня поймут. Среди вас очень много грамотных и образованных людей. И кстати, для новых зрителей, если хотите знать, какие самые новые данные появляются в науке по темам канала, то вам сюда. А если хотите фантазировать, то это не сюда. Начало выращивания опроса в районе реки Селяухе примерно 9000 лет назад может быть связано со значительной долей родословной древних северо-восточных азиатов, связанной с бассейном Амура, и совпадать во времени и пространстве с древними носителями трансевразийских языков. В соответствии с недавними ассоциациями между сино-тибетскими языками, возраст которых оценивается в 8000 лет, и земледельцами эпохи неэлита из верхнего и среднего течения реки Хуанхе, новые результаты связывают два центра одомашнивания опроса в Северо-Восточной Азии с происхождением двух основных языковых семей – сино-тибетской на реке Хуанхе и трансевразийской в бассейне реки Селяухе. Отсутствие доказательств влияния популяции реки Хуанхе на язык и гены предков трансевразийцев согласуется с наличием нескольких центров выращивания опроса, что ранее было предложено в архиоботанике. Ранние этапы одомашнивания опроса 9-7000 лет назад сопровождались ростом численности населения, что привело к образованию экологически и социально изолированных подгрупп в бассейне реки Селяухе и нарушению связи между носителями алтайских и японо-корейских языков. Примерно между пятью и шестью тысячами лет назад некоторые из этих земледельцев начали мигрировать на восток вокруг Желтого моря в Корею и на северо-восток в Приморье, принеся в эти регионы тунгусо-манчжурские и корейские языки, а из региона Селяухе дополнительно еще и амурский генофон древних северо-восточных азиатов в Приморье и их смесь популяции Америки Хуанхе в Корею. Кстати, новые генетические данные из Кореи примечательны тем, что они свидетельствуют о наличии предковых линий, связанных с популяциями дзюмон и их смеси за пределами Японии. В позднем бронзовом веке наблюдался обширный культурный обмен по всей Евразийской степи, что привело к смешению населения из региона Селяухе и Восточной степи с западноевразийскими генетическими линиями. Лингвистически это взаимодействие отражается в заимствовании агро-жвотноводческой лексики, носителями протомонгольского и прототюркского языков, особенно в отношении выращивания пшеницы и ячменя, разведения скота, включая молочное скотоводство, а также содержание лошадей. Вот здесь, кстати, очень важный момент. На графике анализа главных компонент, современные тюркоязычные популяции растянуты от Восточной Азии до Европы, что говорит об их очень высоком генетическом разнообразии с различным вкладом западноевразийских и восточноазиатских популяций. Хотя тюрки и в начале своей истории уже были генетически разнообразны, в регионе даже ранние и поздние хуну друг от друга отличались. А современные тюрки по факту генетически отличаются в тюркоязычные популяции. Отсюда и натягивания их и на индоиранские народы и на кого угодно подходят многие древние и современные. Если смотреть на генетику, по анализу главных компонент, некоторые современные монголы и то ближе к древним прототюркам, чем многие современные тюрки. А из современных тюркоязычных популяций, пожалуй, наиболее близкими к прототюркам являются современные долганы, тувинцы и якуты. Да, многих из них объединяет язык и самосознание, но не происхождение. Возьмите, к примеру, турок, татар-мешарей, азербайджанцев и сравните их с якутами и киргизами. Получится почти как французы с китайцами. Или как называть англичанами всех, говорящих на английском языке. Грубое сравнение, но это не строго научные вставки. При этом, когда в дело вмешиваются самосознание и определение, это совсем другие вопросы и более сложные. Кстати, как вам вставки, напишите в комментариях. Хотя большую их часть я, наверное, удалю. Около 3300 лет назад земледельцы из провинции Шэндунь и Ляудунского полуострова мигрировали на Корейский полуостров, после чего там помимо проса начали выращивать рис, ячмень и пшеницу. Эта миграция связана с генетическим компонентом культуры верхнего слоя садзядянь бронзового века и отражена в заимствованиях между японским и корейским языками. А 3000 лет назад эти инновации, связанные с сельским хозяйством, были переданы на остров Кюсю, параллельно с заменой генофонда Дзюмон таковым относителей культуры яйой и лингвистическим переходом к японскому языку. Новые результаты также противоречат предыдущим предположениям о миграции австронезийского населения с Тайваня на остров Мияко архипелага Рюкю. Вместо этого так далеко на юг распространялась родословная связанная с Дзюмон. При этом авторы отмечают, что наличие компонента Дзюмон в Корее не всегда совпадало с культурой. Результаты работы подтверждают недавние выводы о том, что японские и корейские популяции происходят из бассейна реки Селяохэ. И хотя предыдущие исследования определили ареал возникновения трансевразийских языков, как выходящие за пределы участков пригодных для земледелия, новое исследование указывает на то, что гипотеза о связи земледелия и распространения языков все еще остается важной моделью для понимания закономерности распространения популяции Евразии. В сумме авторы работы делают вывод о том, что распространение носителей трансевразийских языков было обусловлено все-таки сельским хозяйством. А я на этом как обычно не прощаюсь. Хорошего вам настроения и до новых выпусков. И не забывайте про поддержку канала. Хромакей-то я купил, а на нормальную камеру и свет еще долго собирать. Да и вообще, если никому не подмазываться, не сочинять и сильно не упрощать, канал будет медленно расти. Поэтому подписывайтесь, не пожалеете.